Я пример человека, который, можно сказать, обращенного человека. Я говорю сейчас не о каких-то моментах религии связанных, а когда ты видишь проблему ребенка, который остался без родителей, в каких-то очень простых практических проявлениях. Вот у меня это было уже довольно много лет назад, когда я видел уличного ребенка в Киеве. Они нюхали, там несколько парней, они нюхали клей. И я, у нас были бананы тогда. И я предложил, давай поменяемся. То есть я тебе дам бананы, а ты мне отдай вот этот грязный кулек с клеем. И парень сказал, нет, мне не нужны бананы. Я еще вырос в Советском Союзе, где бананы были редкостью. И у меня вот эта вот сцена и непонимание, что может ребенка потолкнуть, отказаться от бананов, потому что бы сохранить этот грязный кулек, вот это начало цепочку событий. Когда я понял, что это не просто чья-то проблема. Это мой вопрос. Тогда у меня еще даже не было семьи, не было личных детей. Но я уже увидел эту проблему и как-то начал реагировать. И так оно как бы, это такая штука заразная в какой-то мере. Поэтому ты втягиваешься и понимаешь, для меня это стало уже центральным направлением моей жизни, моей деятельности. Это побуждать, мотивировать и оснащать тех людей, которые помогают детям-сиротам.